Откуда пошла традиция каждый год после окончания школы в первую субботу февраля приходить в свою Альма-Матер доподлинно неизвестно. Но без исключения все школы Славянского района в этот день работали допоздна. Что происходит в их стенах не секрет. В них происходит волшебное превращение взрослых серьезных людей в беззаботных школьников, которые решили встретиться со своими одноклассниками. На встречу выпускников 2018 года мы отправились в школу номер три. 15 лет прошло, а они не меняются. Нет за пределами школьного двора это серьезные руководители, врачи и военные, но один раз в году каждый из них может позволить себе расслабиться и вновь стать Вовкой-троечником или Олечкой-отличницей, как в добрые школьные годы. Этот февральский вечер многие ждут с трепетом и волнением. Именно здесь спустя десятилетия можно встретить свою первую любовь лучших друзей, учителей, которые дали так много. И пусть для директора и педагога в субботний рабочий день становится очень долгим, все же он приносит много радости. Для директора и коллектива это миг счастья. Когда выпускники идут в школу, тогда она им дорога. Значит, они ее помнят, хотят прийти, встретиться именно в стенах школы. А потом они уже как-то вот сами, оставшиеся час вечера, решают, как быть. Ну, когда приходят в школу, говорят добрые слова, говорят на путстве последующим поколениям нашим. Конечно, это очень-очень приятно. И вот я сегодня пришла в зал, вижу выпуски и 30, и 35, и 40. Понимаете, это вот очень-очень для школы, я считаю, даже гордость. Только один момент огорчает директора третьей школы Татьяну Яковлевну Кириллову. За те 17 лет, что она возглавляет это образовательное учреждение, самой ей ни разу не довелось встретиться со своим классом. Но как же она может пропустить встречу со своими детьми, которые всегда приходят к ней, как к родной маме? Очень приятно, что что-то в школе меняется, да, это видно уже по тому же самому актовому залу. С другой стороны, очень приятно, что многие вещи не меняются. Татьяна Яковлевна, несменный наш директор, да, всегда приятно его увидеть, слышать. Нас терпели, нас любили. Для этого мы сюда, собственно, и пришли, чтобы показать, что чего-то в жизни, наверное, добились увидеть друзей, одноклассников, учителей. По прошествии лет видишь, что по факту те проблемы, которые были в школе, они, в принципе, ничего не значат, по большому-то счёту. Это прекрасное время. Действительно, класс в своё время был с семьёй, а школа была дома. В зале третьей школы в этот день собралось много выпускников разных годов. Были, конечно же, и те, для кого совсем недавно прогремели звуки выпускного бала. В их числе сегодняшний студент Института культуры, бывший активист молодёжи Славенска, ныне член Молодёжного совета при главе Краснодара Валерий Рогожников. Мы списались заранее с одноклассниками, чтобы собраться сегодня здесь. У каждого судьба сложилась по-разному. У кого как-то загадывал, у кого как получилось. Но у всех всё хорошо, все счастливы, все между собой общаются. И также мы поддерживаем друг другом связь и общение. Мероприятие, которое для своих гостей подготовили в школе, было удивительно трогательным. Педагоги достали из архива старые фотографии. На сцену приглашались выпускники, которые в этот год отмечают круглые даты со дня выпуска. И каждый из них сказал много добрых слов в адрес школы, которая дала им путёвку в жизнь. В адрес учителей, которые не просто учили, а были друзьями, наставниками. Все как один отмечали удивительную обстановку домашнего тепла, всегда царящую здесь. И даже те выпускники, учителей которых сегодня уже нет, всё равно с радостью приходят в свою Альма-Матер. Потому что третья школа гордится своими выпускниками и всегда рада их видеть. Дорожу дружбой с вами, встречами с вами и рада, если вы придёте к нам ещё и ещё раз. Даже когда по-настоящему будьте бабушками и сверху придёте. Обещаете? Спасибо, мои дорогие. Мария Климова, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова